Я свидетель добычи огня переработанным способом в 30-х годах в Смоленской губернии. У пастуха были три предмета. Один назывался кремень, камень, да? Второй – кресало, это какой-то крепкого металла кусок. И труд, это что такое труд? Какие-то органические продукты, высохшие до состояния ваты. Значит, что делал пастух? У него главная была проблема махорку закрутить насчет бумаги в Смоленской губернии. Не очень, ни газет, ничего. Но, тем не менее, он скручивал эту фиговину. И потом начинал искры. И тут же труд. И труд попал в искры. Их закуривает. И все. Смоленская губерния. Смоленская губерния. Смоленская губерния. Смоленская губерния. Смоленская губерния. Так случилось, что с двух концов такой типичной России почти одновременно появились в Москве в возрасте 12 лет моя мать и мой отец. По разным поводам и в разных обстоятельствах. обстоятельства, при котором в 12 лет моя мама оказалась в Москве из глубинки деревни Поповка Смоленской губернии. Это несколько десяток полтора километров от станции железнодорожной Глинка. Она была старшей многодетной семье моего деда Петра. И он не мог прокормить на тех десятинах, которые у него были, вот это многолюдное сообщество. И вот, значит, она окончила три класса сельской школы. Учитель ей говорил, Настя, ты умная, тебе надо учиться дальше. И были надежды, что какая-то знакомая богатая крестная оплатит обучение матери в Смоленской гимназии. Не состоялось. И тогда дед Петр послал ее в Москву на заработки, чтобы прикупить. Настя, конечно, гениальный человек, малая мама. Она, конечно, попала прислуга к прислуге. Вот так. Но постепенно, когда хозяева чувствовали, что этот человек более чем соображает, она в прислугах сделала какую-то карьеру. Отец окончил то, что называется какое-нибудь сейчас бы назвали среднее экономическое образование. Клерковское. Так? Есть фотографии где-то в альбомах, где он шестнадцатилетний. в хорошем там то ли смокинге, то ли сюртуке, в фотоателье, как всегда, на тумбы опираясь, а там рисованный пейзаж сзади. Все. Стоит. Короче говоря, он ушел на войну сразу и всю войну провел на фронте. Поскольку у него было образование, то он из притовых окончил ее прапорщиком. Прапорщик это сейчас где-то, ну, старшина, что ли. В общем, это унтер-офицер. Не офицер, но унтер. Я вам потом покажу фотографии отца того периода. В форме, саблей и во всем остальном. Но кончилась война и развалился фронт. И он с одним своим другом и еще другими пошли пешком в Москву. Там он простудился. После этого у него была чахотка всю жизнь. Мать его вытаскивала с чахотки. Это отдельная история, героическая история попытки сохранить жизнь своему мужу, моему отцу. И тут они в восемнадцатом году поженились. Я вам покажу свадебную инстаграфию. Тогда еще можно было во что-то одеться. в девятнадцатом году родилась вот там фотография моя ученая сестра Нина Алексеевна Нинка. И началась какая-то жизнь. но прокормить в голодной Москве ни Нинку, ни отца было невозможно. И первый, повторяю, будет второй раз в жизни моей матери она мешочничала. это значит, она какие-то шмотки, сумасшедшие поезда, которые шли до юг, неизвестно с кем, с пьянием, с дымом и все, ехала, чтобы что-то выменять на продукты и привезти Нинке и папе. Вот что она вытащила. А тут начался НЭП. И появилась масса издательств разных. Но у нас до войны на Арбате была куча в мягких переплетах книг, которые издавались разными издательствами. Папа работал главным бухгалтером в каком-то из издательств. Вот папа мой вообще бухгалтер всю жизнь был. Так? И вот главный бухгалтер зарабатывал хорошо. А у нас было 2 комнаты в 4-комнатной квартире в староконечном переулке на Арбате. прекрасный дом, потолки по 4 метра. Все было хорошо. И папа стал зарабатывать такие деньги, что позволил себе, семье купить кабинетный рояль Мюльбах. А мама заставила Нинку учиться. И Нинка в конце блестяще играла Битковина на рояле. Так. Она училась и заставила ее учить немецкий язык. Нинка блестяще сдала немецкий язык. Тогда не было медалей. Она окончила среднюю школу с золотым обрезом. Отец Стат. Моя сестра. До моего рождения произошло событие в нашей семье, которое по Булгаковской называется «Нас всех испортил квартирный вопрос». Две хороших комнаты. И кто-то решил, что пора бы нам потесниться. короче говоря, приходят арестовывают отца в том его рождении. Значит, это 28-25. И уводят. И сажают бутылку. К счастью, он пробовал в ней 40 дней. Предъявляются. Значит, доносы написаны, а тогда самые главные враги были поляки, что Анастасия Петровна Рыжовой собираются сотрудники польского посольства в квартире на ее прекрасные пироги. Как вы понимаете, и близко ничего не было. Так было написано, в доносе. Отец сидит там, я не знаю, ведутся же какие-то следствия, но мать таскали на Лубянку по ночам на допросы. Я говорю, слава богу, это длилось всего 40 дней. Она ходила, носила передачу. Какие-то там тетки стояли в очереди на передачу. Матерь очень запомнила, что когда человек подходит к окошку, он должен назвать фамилии, сейчас эта женщина сказала, что она Римская Корсакова. Вот так, еще, да? Ну, это род большой был Римский Корсакова. Короче, через 40 дней отца вызывает следователь и говорит, что все это наветы, что вы ни в чем не виноваты. Вы свободны. Единственное, только просьба никому об этом не говорит. Папа вернулся, слава богу. Еще, когда его брали, а у него был наградной, что революбер где-то лежал на шкафу. Мать боялась, что будет обыск. Она под фартук сунула от Филиха. Отца увели. А мать на следующий день пошла и выбросила его в Москварику. И вот, когда сейчас Бориса Немцова убили, там искали револьвер на дне. Я говорю, не дай бог найду папину револьвер на дне Москварики. Короче говоря, все благополучно окончилось. И 37-й год нас виновало, потому что папа был беспартийный бухгалтер. Так? у него у него были какие-то друзья эсэры, я помню. Но они как-то ушли в подполье, вымерли. Я помню, что иногда к нам приходил натирать пол папин знакомый. Платер, который вот так вот, знаешь, на щетке ходит. Это был бывший эсэр. Папа приятель старый. И наступает 48-й год. Папа работает главным бухгалтером, глав металла сбыта, наркомата черной металлурки. У него начальник главка по фамилии Цирень. Мощный такой советский руководитель. И в это время товарищ Сталин приказывает наряду с госпланом СССР создать госснап СССР под руководством Лазаря Моисеевича Кагановича. Госснап размещается там же, где госплан. Это в том же здании, где сейчас Госдума размещается. Значит, на верхних этажах слева госснап здесь справа госплан. И Цирень назначается из глав металла сбыта замом Кагановича. Замом председателя комитета госснап. А Цирень знает цену моему отцу. Я сразу скажу, что мой отец в 30-х годах в середине окончил в союзе заочный финансовый институт. Получил диплом. Но я видел его конспекты не лекций, а он написал. Он уже на старших курсах читал лекции в Зино. в Зино. В Зино. Вот. Так что диплом вышел за ним у отца был. А у мамы только 3 класса был диплом. Но Каганович разбирается в кадрах решил. когда Цирень потащил отца туда, в этот костнап, Лазарь Мусевич решил познакомиться с кадрами. И однажды вечером пригласили папу туда. Он пришел в кабинет Лазарь Мусевичу, ему ручку, пожалуйста, садитесь, пожалуйста. Алексей Георгиевич, вот я знаю, что вы работали в чайной фирме Высоцкого. Эта чайная фирма главная была до революции. Поставщик двора и так далее. Вот. Там он ходил сам в бабочкой крахмальной рубашке с 16-летним пацаном. Вот у нас безобразие творится. Где-то алюминия дофига, а где-то алюминия нет. А ведь у вас были какие-то, наверное, бухгалтерские книги, где все можно было записать. Ну, отец промолчал, наивность этого хозяйства и так далее. Ну, он говорит, вот я и хочу, чтобы вы с вашим опытом поработали в нашей системе. Ну, отец поблагодарил, согласился. Пошел к выходу. И Лазарь Мусевич говорит, Алексей Георгиевич, он вернулся. Он бумагу какую-то развернул, еще папа не садился, стоит. А почему вы никогда не пишете, что вы тогда задерживались и так далее. Двадцать лет. Отец говорит, Лазарь Мусевич, мне тогда сказали, чтобы я никому об этом не рассказывал. А, ну, ладно. Отец вышел и пешком пришел на старой конюшне, и говорит, Ася, собираю жилок. А на следующее утро позвонил Цирень и сказал, Каганович подписал приказ о назначении вас главным контролерным инспектором по металлургии госснабу СССР. И тут же прислали победу за отцом. Хотя он обычно ходил даже, когда работал гораздо дальше, всегда на работу ходил пешком, на Кузнецкий мост ходил. А тут на охотный ряд прислали победу. Вдруг приехал отец и сказал, собирайтесь, уезжаем. Что такое? Началась война. Значит, он это услышал, сел на электричку, приехал за дами, и мы уехали. Все. А потом я шлялся по Москве до 6 июля. Значит, когда нас посадили в эшелон, который стоял на окружной дороге, недалеко, вот где сейчас около МАИ проходит, окружная, теперь ее превращают в какую-то новую транспортную систему Восток. Вот там стоял эшелон двухосных теплушек, в которых сотрудники организации, где работал отец, это был наркомат черной металлургии. Вот и все. В теплушках. Остановимся. Сбегать надо. Как потом американцы говорили, которые ездили или иностранцы по России во время войны, говорят, странно, все станции на железных дорогах России называются либо уборная, либо кипяток. 42-й год. Нина со своим мужем, оба окончившие три курса мои, они женились в 42-м году, в 41-м началась война, вы знаете, их неоконченных инженеров отправили на станцию Жоздуковку в Сибири, это тогда была Умская область, теперь Тюменская. В поле был эвакуирован с Украины завод по производству учебных планеров для того, чтобы учить летчиков. Учебных планеров Олега Антонова. Я потом, когда познакомился с ними, рассказал, что я целое лето проработал в цеху, где делал нервюры для планировок учебных Антоновских. Но летом было все ничего, мы с матерью туда поехали из Свердловска, мы были в Свердловске, а в начале войны, в июле уже мы были в Свердловске. А потом мать зимой кинулась спасать Нину и Сережу. И вот она ходила зимой, тоже мешочки шла, зимой по Тоболу, есть такая река, по деревням, где бабы одни были. У бабы иногда был самогон, но какие-то шмотки она все-таки на еду меняла. Зимой по Тоболу. Значит, второе мешочиство в жизни моей героистской мамы. Так? Она все-таки дотащила отца, она его вытаскивала во время Гражданской войны. Она его вытаскивала, когда тоже с Сажатовой было плохо во время Отечественной войны. И все-таки дотянул его до 1960 года. Ему было примерно 65 лет тогда. Вот. Ну, умер он от соединения астмы и чахотки, там несовместивые лекарства, быстро сгорел. Учиться я поступил в только что созданный нашим великим вождем по его указу Московский физико-технический факультет Московского государственного университета. Он таковым и пребывал первые три года, хотя учились мы не на Маховой, а в поселке Долгопрудной Савиловской железной дороги. Но поступали мы и сдавали вступительные экзамены здесь, в охотном ряду. Огромное количество вступительных экзаменов сдавали. И медаль у меня была серебряная медаль, потому что у меня были четверки по физике и по алгебре. Вот, кстати, эта медаль была серебряная. И я когда писал заявление на офисе, я написал, что я хочу учиться на отделении, где учат аэродинамики. Потому что я считал, что я уже, так сказать, поглощен авиацию дополна. И что интересно, когда создали этот факультет университета, специально назначили проректором, отдельным проектом университета, великого аэродинамика и газодинамика, вообще ученого-механика, Сергея Алексеевича Христиановича. Он был проректор только для того, чтобы курировать свойственный факультет. А я написал аэродинамика и на совместивание попал к нему. А дальше произошло то, что произошло, произошло некое профессиональное становление, потому что так была организована учеба, что мы какие-то фундаментальные дисциплины, включая нефундаментальные вроде общественных дисциплин и язык, изучали в Долгопрудной. А специальные дисциплины, связанные с наукой аэродинамики, мы изучали на территории главного научного центра страны, Центрального аэрогидерномического института ЦАГИ в городе Жуковский, Московской области. Это примерно 40 километров по Карзанской железной дороге от Москвы. Я работал в Сверхозковых аэродинамических трубах, я работал в отделе, где занимались аэродинамикой ракет, крылатых ракет, земля-воздух-воздух-воздух, то есть системы противовоздушной обороны, тогда еще противоракетные только задумываться начали про. Мне было жутко интересно там, жутко интересно. У меня свои выдумки были, я свои какие-то эксперименты порталкивал почти незаконно по кольцевым крыльям при сверхзвуке и так далее. Я зачитал кандидатскую диссертацию перед майскими праздниками. Защита была второй в этот день в этом зале ученого совета. Я там в это время по соц. обязательству сидел на стенде, должен был 1 мая какое-то обязательство выполнить по исследованию спуска с орбиты с учетом аэродинамической подъемной силы а не баллистического такого как шар скажем гагаринский например. Это был 59-й год наверное 59-й. И мне позвонили ребята и говорят все, первая защита закончилась иди, плакаты мы твои вывесили. я прибежал с территории в этот актовый зал плакаты висят оппонент из ЦАГИ кандидат наук мой хороший друг был еще когда я в ЦАГИ работал мы подружились Рафаэлли Штейнберг замечательный человек и ученый а доктора Белоцерковского профессора Белоцерковского из Академии Жуковского нет защита не начинается Министерство встает и начинает уходить слава богу навстречу тут же появился профессор полковник ВВС Сергей Михайлович Белоцерковский брат академика Олега Белоцерковского который много лет был кстати ректором физико-технического института тоже газодинамика и аэродинамика Олег Сергей был аэродинамиком работал на кафедре профессора Бурагова Академии Жуковского профессора и когда он появился в сопровождении двух майоров в такой же ВВСской форме защита через 40 минут я стал кандидатом наук под председателем Вячеслава Силовичу и тут же побежал на стенд выполнять соц.обязательства все эпизод закончен мои ребята одноклассники они за девками выхаживали я нет они их знали и познакомили меня с Рэмой в 48 а в 52 мы поженились все я помню я с тренировки возвращаюсь я что-то был велосипедист профессиональный возвращаюсь с небольшой прогулочки такой значит через Архангельское на Рублевку и в Москву до Смоленской доезжаю на велосипеде перехожу а по Арбату старому запрещено ездить на велосипеде значит от Смоленки до Староконюшина я веду велосипед вот так зарядное седло я умею управлять велосипедом своим мне не нужно за рулево держать ни за что пацаны бегут дядь дядя там сколько 19-20 лет дядь гончи можно мы покатим я говорю нате ну они сразу запутываются и все я говорю нет давай значит заворачиваю староконюшины например в один из таких случаев и смотрю идет от Арбата Рэма и с ней очень хорошо одетый парень я поздоровался как-то это меня тут вспоминают с Есенин слова может быть я выйду на прогулку и с тобой встретимся мы вновь отвернул отвернул к другому ближе плечи и немножко поклонившись с них ты мне скажешь добрый вечер я отвечу добрый вечер мисс и ничто души не потревожит и так далее поиски ну это просто аллюзии какие-то ничего такого не было я поздоровался я был потный грязный так все и потом Рэмка рассказывала мне что этот фраер показав когда я ушел в поддетском и это мой соперник это он да вот такие были у меня соперники а я велосипедист фистяховский веселый парень я был я помню что когда встали мы с Рэмкой дураки пошли хотели пройти в колонный зал мы по бульварам поперлись до трубной дошли сугробы там толпы я понял что сейчас друг друга сомнут люди обратно возвращались видимо не пройдя к центру от трубной а отсюда перли я вижу сейчас нас сомнут я Рэмку подхватил на сугроб вытащил и утащил а потом мой добрый знакомый Евгений Александрович Евтушенко сделал фильм похороны Сталина и там прекрасно показана вот эта свалка именно на трубной площади вот такая какую я видел своими глазами и откуда я вытащил свою жену там затоптали кучу людей сначала это было все втихаря якобы но тут же послали посланцев во все места которые собирали партийные партийные активы и им рассказывали то что произошло на съезде да все рассказывали ну поэтому сразу это вот скажем в ЦАГе тоже собрали членов партии и рассказали им что-то но это же тут же утекло мы все уже знали что произошло не знаю как кто но мне показалось что слава Бог слава Бог потому что я знал многое к этому времени о том что происходило в стране перед войной и послевоенные годы посадки исчезновения людей из соседних квартир связали людям это сейчас я сожалею что Хрущев все сломал нам бы Сталина обратно появилась какая-то странная оттепель вдруг в ЦАГе вывешивается в Жуковское объявление туристскую путевку в Польшу и в ГДР 1200 рублей это ровно моя зарплата месячная да записывайтесь думаю е-мое неужели пусть и несколько человек из ЦАГи записались туда сейчас вот человек чуть постарше меня мое выпускник Витька Лебедев впоследствии тоже стал профессором только в другой сфере вот и мы выезжаем через Брест сначала Берлин да и вот мы ходим на экскурсию с дамой что ли это дворец Сан-Суси дворец Фридриха у него так написано Сан-Суси значит одна у него сторона дворца отдых значит Сан а Суси заботы у него справа да и такими террасами подстриженные кусты хотя все еще после войны прошло на пятьдесят шестой год ну хорошо один следствия прошло потом мы едем в Гданьск в Польшу там каким-то замком пруссаков рыцари нас водят они по-другому живут живут как-то почище по по-уютнее не знаю богаче или беднее но как-то по-уютнее даже я бы сказал по-культурнее так сказать внешне по крайней мере это очень существенно потому что по-настоящему то запад я увидел гораздо позже меня и группу людей из таких организаций как моя а я в это время работал в моей но допускай она мне все равно висели и из других организаций типа НИИ1 ЦАГИ огромное количество людей вдруг выпустили в Вену в 1967 году привязался со мной ходить я гулять по рингу иду ринг это тоже такой кольцевая такая часть столицы и за мной ходит блондин я знал он приехал с нами блондин золотым зубом лет ему на вид не больше двадцати пяти двадцати шести ну я знал что он призван присматривать может не один блондин там был нас было слишком много может не естественно может быть ему надо было решать за кем ходить или ему указали за кем ходить он ходил со мной а где-то потом нас повезли на корабле прекрасном всех участников конгресса 900 человек вот там были наглые такой американские ребята тоже видны спецслужбы некоторых они прямо цинично уговаривали остаться прямо там на борту корабля такие крепкие ребята в светлых костюмах такие ну плейбои такие ну так все обошлось ну через день мы узнаем что исчез член нашей делегации доктор физмат наук исчез и нет его ну шухер конечно все я даже не применил так сказать укусить моего сопровождающего сказал не за тем ты ходил я ему сказал ну мы уехали через некоторое время появляется в известных статья называется она невеста из ЦРУ и рассказывается история фамилия изменена его фамилия по-моему была Саясов а там в газете был написав раз оказывается какая-то дама которую познакомился где я не знаю она его вывезла на машине из Австрии в Германию поместила в гостиницу какую-то и судя по статье он раскаялся испугался выбрался через окно и добрался до восточной Германии откуда его привезли в Москву времена были викторианские его не посадили его отправили работать здесь на Соколе как называется научно-исследователь институт технической информации так что судьба этого Саясова оказалась совсем не трагичной более того гораздо позже я узнал что любовь то была что она его забрала и он в Америке с ней живет вот тебе и невестой сыром это вопрос об охране секретных голов кстати он работал в институте не сильно оборонным и вряд ли большими секретами обладал этот парень теоретик наверное доктор физмат наук наверное это я доктор технических наук мы в технике кое-что понимаем мы понимали что там все идет к тому чтобы уже сделали межкондентальные ракеты и те и другие оставалось только один раз еще шаг запуститься спутник в космос и вопрос был кто первый грубо говоря так же как в случае с Гагарием кто первый потому что мы знали все это дело в открытой печати белки стрелки там были это все но мы то знали что там всерьез все идет подготовка поэтому когда мы очень аплодировали сами себе и всему нашему сообществу когда запустили первый искусственный спутник который попищал вот тогда возник колоссальный интерес поскольку я аэрогазодинамик в мире возник интерес к динамике разреженного газа первая задача связанная с первыми спутниками была сколько он проживет на орбите а это была невысокая значит там было все сопротивление которое тормозит аппарат но вопрос насколько тормозит да как скоро он потеряет скорость и войдет в плотные слои атмосферы мы читали поскольку во всех этих организациях был доступ к тому что называлось там шестиградник где в обычной библиотеке не возьмешь то есть всякое заграничное американское в том числе и западное научное и даже научно-популярные литературы там popular science или popular physics а там тоже много было ничего начитаться меня особенно поразило что в жуковском где я работал в цаге что там было запрещено вслух на улице говорит слово цаги в те годы это был там скажем 50-й 55-й год и так далее а в журнале скажем папео маккерикс показывали карту всего района равенского где показывали где цаги где ли где главный аэродром где какие корпуса все было разрисовано вот поэтому когда-то много позже когда стал бороться с избыточной секретностью но это было много позже это было уже в 90-м году как публичный стал бороться с этим делом публиковать все и так далее то есть было смешно вот этот секрет при шинели отставание даже этой приоритетной для советского союза отрасли оно началось не вчера и не позавчера оно началось я бы так сказал с конца 60-х начало 70-х годов для этого было много причин одно из может быть не самых существенных а в конце концов самое существенное это наше колоссальное отставание в области ЭВМ и информационных систем значит если мы продолжали рисовать на досках чертежи да если мы считать продолжали на логарифмической линейке я сам очень много насчитал на логарифмической линейке но поэтому мы сразу стали отставать и не сразу это заметили но очень быстро заметили а поезд ушел поезд ушел отсюда отставание в технологиях в инструментализме автоматизации производства это очень существенно ну были у нас так станки с программным управлением все но это был уже запоздалый день кто-то ушел вперед короче это опаздывание нарастало повторяю конца 60-х ну конца ну будем говорить 70-х годов но если идет отставание и оно не сокращается оно только нарастает о чем можно говорить я не собирался ни в какую политику но меня толкнули мои коллеги я был ректором московской института действительно членом академии наук это был там 86-87 год да и тут объявляются некие выборы альтернативные да приходят коллеги завязывающими кафедрами которые до этого жаловали или хвалились жаловались мне что 300 кафедр института и они мне говорили Алексеевич у нас достижение у нас на кафедре появился профессиональный компьютер коллективного пользования все парадоксально сама вот эта формула и они мне сказали надо вам избираться я говорю зачем они же советские люди они знали что человек с флажком может что-то выбить для института с красным флажком депутат Верховного Совета СССР я согласился и добровольцы из института молодые и не очень молодые провели эту как говорится за 0 рублей эту компанию развешивали на паршивой бумаге мои плакатики небольшие там 50 на 70 сантиметров где мой портрет биография краткая и некоторые тезисы чего бы я хотел чтобы было я ходил на встречи с избирателями иногда их было там в какой-нибудь школе 30 человек иногда в зал там на 200 человек в общем как мне посоветовали мои помощники а у меня были помощники по этому делу из моих я делал то что они говорили я не жалил времени на эти посещения по первой программе тогда проводились эти бои как говорится дискуссии с конкурентами на в разных выборных местах но я сейчас хотите кокетничаю хотите говорю откровенно что видимо я был более болтлив я выиграл это выиграл не там там очки никто не считал но для тех кто смотрел и слушал по телевизору получилось что я выиграл я выиграл это было нон-стоп с утра до вечера пока заседает съезд все смотрят работа все бросили с утра до вечера если съезд кончился они все равно смотрят потому что журналисты берут интервью в том числе у вашего покорного слуга и там до самой ночи это идет страна остановилась правда она уже встала до этого так сказать в производстве на экономическом швейне раньше но страна остановилась вообще она только ящик смотрела все там звезд возникло много сразу в этом был так сказать момент неожиданный звезды были Собчак Юра Афанасьев Гаврила Попов еще могу значит квази звезды например эта пара этих следователей которые расследовали ташкентское дело Гидляна Ивановна я с ними общался и вот во время путча был опубликован размножен листочек от видимо путчистов кого надо первую голову брать да и вот и там одним из первых была подчеркнута фамилия я там тоже был и Гидляна почему потому что он завести толпу мог и там еще один был человек тоже с такой харизмой вот их надо было первое их и взяли но потом отпустили когда я сидел в третьем ряду от бордюра сцены в зале где заседал съезд народный депутат и прямо справа чуть-чуть проход я сижу здесь здесь трибуна там Горбачев за большим столом и уступает сахар и вот Горбачев его закрывает вырубает а поскольку мы сидели близко нам не нужно было трансляцию я слышал его после того как мы вырубили микрофон там же по алфавиту все сидели вот московская делегация здесь по алфавиту значит да уже буква там П, Р, С, Т вот Рыжов Совицкая впереди Примаков Пу сзади Сахаров еще кто-то это первые три-четыре ряда а справа с буква Сергея Веринцев и вот когда Горбачев стал затыкать Сахарова с ним случилась с Сергеем истерика полная он замечательный конечно человек потрясающий а рядом через проход сидел народный депутат бывший великий штангист Юрий Власов и мы с ним оба кинулись успокаивать Аверицу вот это я помню момент такой все успокоилось все дальше что было не помню Моя попытка разобраться с расходами на науку образование и культуру в бюджете СССР закончилась ни с чем она возникла на момент когда я сказал Михаилу Сергеевичу что надо разобраться мы что танки и ракеты делаем а в вузах упадок оборудование устарело все гниет я придумал эту фразу здесь брошюра где-то лежит надо разобраться с концепцией национальной обороны и понять сколько на нее надо тратить а второе из чего она состоит она же состоит не только из военно-политической безопасности вот концепция национальной безопасности должна включать все векторы включать экономическую экологическую информационную и т.д. и т.п. пальцев не хватит это первое что я ему сказал и второе безопасность это безопасность в первую очередь безопасность личности ее свобода ее защита защита включая ее собственность какая бы она ни была а второе это безопасность общества как совокупность личности и третье это безопасность государства если если и только при одном условии что оно способно защитить вот эти две мои обозначенные безопасности вы знаете мечта этого не помогло и вот буквально накануне отъезда отъезда к Бушу Старшему я Горбачеву дал бумажку какую-то он в Канаду сначала улетел зачем-то а господин Лукьянов тогда Горбачев уже числился президентом а Горбачев стал председателем Верховного СССР он мне кинул такую фразу вы вот я сфорографов из 19 народных депутатов разных специалистов и я подбирал экспертов по любым вопросам из этих вот многих и Лукьянов мне говорит мы должны утвердить список ваших экспертов это буквально накануне моего отъезда но когда я вернулся и обратился к господину Лукьянов ну мы были антагонисты понемножку а потом все острее особенно когда он оказался чуть ли не идеологом в августе я его спросил он говорит зачем утверждать вот Михаил Сергеевич на вашей записке написал что комиссия Рыжова я повторяю 19 нардепов разные значит свою работу выполнил и все вопросы национальной безопасности берет на себя президент подпись Горбачев все значит мы просвешивали 40 дней с этими двумя тезисами о которых я вам сказал насчет комплексности и иерархии человек общество государство значит я вернулся из отпуска я в пятницу если помните 19 был понедельник поскольку меня не было до этого 2 недели я позвонил своему водителю Эдуарту Ивановичу от Верховного Совета и попросил его утром ко мне часов в 9 приехать на Староконечный он приехал я говорю у меня планы такие поскольку я давно в Москве не был мы сейчас заезжаем в Белый дом зайдем в Бурбурису узнаем что тут как как тут все живут а потом поедем в МАИ я же ректор МАИ так надо мне узнать как мой родной институт живет в августе ну вот мы приехали в Белый дом я поднялся в приемную Бурбуриса сидит парень такой я его знал я говорю где Геннадий Иванович а они все как он сказал в Архангельском Архангельское это не то знаменитая Архангельское дворцовое а есть такое место на Калужском шоссе там целый регион был занят казенными дачами и домами отдыха под подчиненными властям РСФСР не Союзу а РСФСР но я попросил вас соединить меня с Бурбурисом в Архангельском он меня соединил да а мне уже сказали что какая-то муть что какие-то бронетранспортеры по Москве идут все но я еще не понимал ничего трубку взял в Бурбурисе сразу Ельцид и сказал собирайте журналистов всех кого можно мы сейчас готовим я Хазбулатов и Силаев готовим это значит тройка руководителей РСФСР готовим обращение к народу в связи с тем что происходит со стороны тех которых назвали путчистыми я говорю Борис Николаевич вас могут не пропустить в Москву давайте я включу магнитофон а вы зачитаете все что вы хотите нет мы приедем конечно упертый человек и что удивительно они действительно приехали где-то часов в десять утра свободно проехали а потом я читал воспоминаниях разных людей что там же в в кустах как говорится сидела спецслужба качапистов которая могла их элементарно уничтожить там даже на Калужскую они бы не выехали из этой дорожки которая ведет к этим дачам а они почему-то ничего не сделали ну вот Борис Николаевич со всей командой приехали сначала поднялись в какой-то зал в белом доме там уже народу он же велел собирать народ я как-то сделал что-то через людей энтузиасты там полный зал был небольшой зал там с интересом с Малконом все ну может человек на тысячу не больше полный выходит Силаев вперед за ним Ельцин Хазбулатов я и Бурбулев стоим и Силаев зачитывает текст знаменитый тот который потом Ельцин еще Станко зачитывал попозже потом Ельцин нас раздвинул и сказал а теперь разбегайтесь и несите все уходим Борис Николаевич спросил меня а иностранцы здесь были я говорю не знаю я видел здесь только одного человека который мне раньше был знаком это был посол Венгерской народной республики имя Шандер фамилию не помню я его поймал Шандера он говорит полно было иностранных журналистов и представителей разных посоль я успокоил Бориса Николаевича ну а дальше вы знаете всю эту историю все я вам скажу так насчет привилегий потом была создана комиссия Верховного Союза СССР по привилегиям я возглавлял Примаков и Елла Памфилова там была она иногда рыдала у меня на плече что что Примаков как говорит заминает вопрос о привилегиях а теперь какие привилегии были в Советском Союзе а какие сейчас вы лучше меня знаете я вам скажу например такую вещь что моя зарплата ректора причем по сумместительству по науке я еще получал пол зарплаты старшего научно сотрудника в сумме плюс деньги которые платила мне тогда это было 500 рублей академия наук у меня зарплата была больше чем любого министра Советского Союза больше казенная дача приличная деревянная участок там полгектара рядом через забор точно такая же дача другого деятеля если человека смещали с должностью то как правило ему оставляли и дачу и квартиру и как были пенсионеры разные пенсионеры там первого разряда второго разряда приличную пенсию которая была гораздо меньше его зарплаты но у него была оставалась хорошая квартира и казенная пусть деревянная дача ну как вы видели наверное где жил Никита Сергеевич Хрущев после отставки да вот примерно это отставляли отставленным людям я бы сказал что сегодня это на несколько порядков порядке это 10 100 тысяч на порядке выше эти привилегии на порядке и главное они они вечные они наследуемые если конечно останется система которая сейчас существует они уповают на то что они удержат на веки вечные и для детей внуков и так далее но в крайнем случае но они слиняют отсюда и будет на что жить в более цивилизованной стране это многие из них большинство прекрасно понимаю потому что я думаю большинство из них не верят в возможности надежность безбедного пусть при деньгах даже существования в этой стране в ближайшем будущем рушится все снизу доверху вот рушится система аспирантуры вузах рушится управление на нижнем уровне и до самого верху страна неуправляемая это совершенно очевидно чем кончится такое обрушение ну не будем вдаваться в историю я сто раз вам говорил что две смуты было за сто лет мы сейчас живем в третьей чем кончаются смуты известно самая самая мягкая смута в эти столетия была это август 91-го года мягкая смута февральская революция 17-го года зато кровавая гражданская война а потом сталинские репрессии и все остальное тоже с крови сколько пролили а как обернется финал новые смуты в которой мы сейчас пребываем это очевидно никто никогда не предсказывал ни тогда никогда ни в 17-м веке ни в 20-м нет здесь как говорится Россия за тысячелетнюю историю люди России они никогда не жили они выживали так же было в цивилизованных ныне странах тоже люди выживали кровавые войны были все войны и все такое но потом они научились жить а мы так и не научились мы сейчас живем в системе выживания тем более вот сейчас объявили о новых сокращениях там проживочном минимуме еще чего-то товарищ Медведев побил в самое время когда его обвинили в коррупции а он урезал что-то пенсионерам кому-то еще деньги ненамного но урезал важен символ поэтому символика она тоже играет какую-то роль когда раскручивается какое-то новое сознание в массах я не жду быстрого созревания какого-то ну протеста на сознании в массах нет мы терпеливы и мы научились даже в страшных сейчас какое страшное выживать с голоду не подохнем все а мы и голодали и умирали от голода все ноябрь 99-го года я вернулся из Парижа после семи лет благоденствия там в январе а в ноябре примерно в 20-х числах Татьяна позвонила и сказала Алексеевич вас все во Франции знают у нас такой замечательный пример ну может быть вы поедете разъясните им там тех кто вас знает и вы кого знаете что это замечательный человек и что это очень хорошо она работала с подачи Бориса Березовского это я сразу помню я говорю Тадя идет Чеченская вторая война я не могу себе представить во Франции я думаю что я ее изучил за 7 лет пребывания я не могу себе представить ни политика ни журналиста ни общественного деятеля не члена правительства который сегодня бы в это время Чеченской убойной войны сказал бы что-нибудь доброе о России или об ее премьер-министре если он не политическое самоубийство но я не наблюдал за все долгое время пребывания во Франции политических самоубийств она все равно я говорю хорошо мне все равно ехать мне все равно ехать в Страсбург я приглашен ну через Париж я в Париже попросил моего преемника тогдашнего посла России во Франции сделать мне два дня в этом дворце отель-де-стре это вот резиденция послов не посольства а президент и посла во Франции еще с традиционных времен отель-де-стре 1715 года постройка выстроить мне три встречи утром, днем и вечером в первый день и три встречи я дал фамилии утром, днем и вечером во второй день вот у меня есть трепанная книжка здесь черная там написаны фамилии кого я попросил пригласить не объявляя причину не буду входить в подробности даже такая очень доброжелательная к России женщина которая до сих пор возглавляет академию наук Франции которая называется не академией а институт де Франс это гуманитарная академия там нет физиков там механиков вот Лен Карер Донкос до сих пор возглавляет и она моя ровесница у нее смесь кровей она во Франции родилась и все у нее грузинская русская и французская кровь очень темпераментный человек колоссальная энергия она тоже была среди приглашенных я откровенно рассказал зачем я пригласил ее она успела в первый день это было во второй день была ее стандартная колонка в Фигаро а еще когда я был послом она иногда приходила ко мне поговорить о делах России Россия тогда еще интересовались и она поговорив с послом опубликовала свою колонку по поводу России хотя у нее было по другим поводам много колонок но много колонок за те 7 лет были написаны Лен Карер Донкос касающиеся того что что такое Россия и что в ней происходит и на следующее утро я получил номер с этой колонкой где вяло так не критично но и никак ни о чем что-то было упомянуто в России там два раза я вернулся позвонил Татьяне говорю приезжай он сказал ей все как я тебе сказал так и произошло вот тебе сухой остаток вот моя хорошая знакомая и подруга президент академии поглял вот это а все остальное все так вот и весь разговор а потом вы знаете что происходило потом потом было отречение Бориса Николаевича потом было еще что-то еще казалось что новый проводит реформаторскую политику но он ее в 2003 2004 году об колено сломал и быстро развернул на 180 градусов вектор в этом векторе мы сейчас и проживаем далеко уйдя от той точки когда он сделал поворот далеко уйдя назад вышла газета Егора московские новости и там был мой ответ Саша Кабакова вот вы чувствуете вот заняв такой пост посла России во Франции чувствуете ответственность а я ему сказал нет я чувствую ответственность только перед семьей это вопрос о вашем вопросе извините за тавтологию я всю жизнь и чувствовал и чувствую ответственность только за близких за своих все остальное это периферии там можно еще за что-то отвечать скажем как ректор Маия за что-то отвечал или за сотрудников посольства но ответственность только перед семьей и кстати тогда же моя жена меня и осудила она пришла эту статью и говорит Юра что же ты сказал ну как же ты сказал что ты ни за что ну все потом забылось но она меня осудила за эту реплику что я сказал что я только отвечаю за свою семью а грубо говоря это значит что наплевать и на посольство на Россию на все что там происходит нет мне не наплевать но есть концентрические круги где степень ответственности или заботы или опасения она чем дальше тем слабее вот и все а все ядро семья я родные вот если восходить к жизни своей у меня есть одна профессия я аэродинамит так вот если сравнивать это с полетом скажем самолета я взлетаю из рядового инженера я лечу я перехожу в тот НИ ракетный вот здесь в Лихоборах который называется теперь центром имени Келдышев вот я профессионально взлетаю заслуги я долетаю до звания академика известного аэродинамика ученого и т.д. в этот момент здесь начинает рушиться не только авиация вообще наука и вот я иду на снижение уже давно я конечно мог бы инфаркт или что спикировать но бог мне дал здоровье я планирую вот так как я уже когда мне было 50 лет на на горе на горе сажал конечно не один сзади друг мой сидел профессиональный ученый и летчик я сажаю планер на гору Клементьева или легкомоторный самолет вот вот я сейчас нахожусь в пологой вот такой посадке не знаю плохо это или хорошо потому что больше что я боюсь что я пойду в такое состояние когда близкие мои должны будут держать у нас лучше у койки здесь моей поэтому я как-то плохо отношусь к тому что у меня и давление и сердце и пульс все до сих пор в порядке мне бы обрубиться вот так вот инсульт это 15 дней инфраструкт это сразу ну бог мне не даровал пока вот этого вот молодые видят то что происходит понимают и смогут ли они вот этому всему противостоять я думаю главное что это в основном очень хорошо образованные информированные люди но мы же сами знаем что так называемые интеллигенции даже когда вот ей в семнадцатом году вот так лежала власть да не смогла она ничего сделать а в августе девяносто первого вот то же самое вам гайдар то хотите там неважно нет образованный класс думающий класс не способен не способен даже упавшую на землю власть взять и что такое организовать вот вот ответ все 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 что Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!